Ну что ж, дорогие друзья, сегодня будет такой вот некий странный разговор, можно так сказать, потому что это не стрим, а это просто видео. Ну, видео о такой злободневной, можно так сказать, проблеме, как сегодняшние кумиры, или, можно так сказать, звезды, ну, я имею ввиду таких вот, как Моргенштерн и всякие такие прочие, ну, вы, наверное, их знаете, слышали, по крайней мере, о ними, и нужно, ой, я даже не знаю, как это объяснить, вам, но, прежде всего, нужно сказать, что Моргенштейн это не певец и не рэпер, это своего рода, даже не знаю, как это сказать, шоумен своего рода, он делает деньги на глупых зрителях, которые его слушают и думают, что он ради них старается, это не так. Он это делает для денег, по моему мнению, вот. И поэтому я решил, собственно говоря, ну, в начале своего видео сфотографировать себя, потому что, ну, я хочу пройдите параллель между мной и Моргенштерном. Чем я отличаюсь от него? Я одет, нормально, ну, не вызывающе. Вот. Так, для чего ему вызывающе одеваться? Чтобы на него замечали, чтобы его замечали. Он фрик. Самый банальный фрик. То же самое, собственно говоря, я даже не знаю, как вам объяснить, но вы, наверное, должны понимать, что это своего рода шоумены, которые делают деньги на зрителях. Ну, аудитория такая вот, непонятная даже аудитория. Хотя у Моргенштерна, если честно, я не знаю даже, какая у него аудитория. Я такую музыку вообще не слушаю. Я не считаю, что это его творчество. Это не творчество. Это просто ради денег. И все. Ну, то же самое, я думаю, Влада 4 тоже. Он показывает свои машины крутые. А для чего это ему показывать? Что он этим говорит? Что он такой вот крутой, а вы ничего не добились без строчи? Да и контент его рассчитан. Я вообще не знаю, на кого рассчитан. Я вообще не понимаю, как его можно смотреть. Но вы должны понимать. Прежде всего, что тот человек, кто говорит, даже я, наверное, имею некую зависть к ним. Ну, они чего-то добились. А я что? Я начинающий ютубер. У меня своего рода, ну, такой вот, начинающий канал. У меня мало подписчиков. Все улез в 87. У Моргеншера, наверное, 13 миллионов. Я не смотрю его, если честно. У Влада 4, по-моему, 30 где-то миллионов. Я не знаю, сколько у Моргеншерна. Мне это знать, собственно говоря, не хочется. Потому что я это такое не смотрю. Вопрос. А почему его продвигают? Почему ютуб его продвигает? И всех остальных, собственно говоря. Почему? Почему они существуют? Почему их приглашают на телевидение? Возможно, потому что сейчас больше вес в обществе играет молодежь. Я так думаю, я не знаю, может быть, я не прав. И поэтому и приглашают таких личностей. Потому что на них равняются. И хотят быть похожими на них, собственно говоря. Я не знаю, может быть, я и не прав. Может быть, я что-то не так говорю. Но мне кажется, что это именно так. И происходит, собственно говоря. Вот так вот. Я так думаю. Это мое личное мнение. И тогда встает вопрос. А что, если мы не будем их смотреть? Что, если мы не будем их замечать? Просто не будем замечать. Не будем ходить на их концерты. Не будем их слушать. Не будем их смотреть. Вот возьмите и сделайте это. Возьмите, переборите себя. Поймите, что это дно. Это дно. Самое, что ни на есть дно. Поймите это. И просто в их не смотрите. Это все, что я хочу сказать. Некоторые, да, могут сказать, что я зажрался. И хочу, ну, с помощью таких больших шишек, можно так сказать, выйти в тренд. Я говорю, нет, дорогие друзья, нет. У меня не эта цель, у меня цель. Как это вам объяснить? Ну, показать вам, что на них не надо равняться. Что они, это, по сути дела, ну, никто. Потому что то, что они делают, они делают только ради денег. 24, я думаю, вообще это показывает всем. Ему наплевать на всех. Он, у него эмоции даже такие наигранными. А то же они наиграны. Но, вы посмотрите. У него есть камера, у него есть все. Даже ангар какой-то, не понимаешь, какой. У меня есть телефон. Две программы. Все. Больше ничего у меня нет. Вот что нужно человеку. Вот что нужно. Они эти машины. Деньги. Деньги, 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 деньги. Аудитория. Мне это не нужно. Мне максимум 50 тысяч человек. И я буду счастлив уже. Я буду бегать аж от радости. Потому что я буду рад, что меня хоть кто-то смотрит. Мне не нужно эти вот... Ай. Я вообще не знаю, сколько буду получать. Может быть, я вообще не буду получать. Просто буду делать, снимать видео. Потому что мне это нравится для вас. Снимать. Готовить материал. Находить в интернете. Мне это нравится. А Влад А4 клепает, по-моему. Постоянно. 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 Такой бред. Ну, сами посудите. Посмотрите. Вот зайдите. Просто зайдите на его канал. И вы поймете, что он снимает. Знатнейший бред. Тогда почему его смотрят? Вам что? Нравится смотреть? Как он? Например, что делает? Посмотрите нормальное что-нибудь. Посмотрите нормальное. Я вас не заставляю. Хотите, смотрите. Но вы поймите же, что потом, возможно, вам придется куда-нибудь идти, работать, заниматься вещами другими. А вы будете смотреть только это. Ну, только то, что он снимает. И на этом у вас вообще никакой не будет кругозор развит. Вы это поймите. И его видео не развивает кругозор. Это просто развлечение. Да и я развлечением не могу сказать. Это клоуны. Моргенштерн-клоун. Я их воспринимаю просто как клоуна. Знатнейших клоунов. Теперь посмотрите. Посмотрите. Еще раз посмотрите на картинки, которые будут видеть. Ну, фотографии у меня в начале этого видео большого. Посмотрите, чем я отличаюсь от Моргенштерна, к примеру. Посмотрите. У меня очки. Куртка старая уже. Дырявая, между прочим. Я до сих пор ее не купил. Я до сих пор ее не купил. Да мне вообще этот Моргенштерн не нужен. Я его не смотрю. И вы не смотрите. И тогда о нем забудут. Это лишь временная у них вот эти вот, как это сказать, звездочетность, можно так сказать. Ведь временно о них забудут. Как? А ничего не сделаешь. Что они сделали? Они написали красивую музыку, которую будут знать все? Нет. Они построили памятники? Нет. Они построили здание? Нет. Они нашли какой-нибудь химический элемент? Нет. Нет, дорогие друзья. Они ничего этого не сделали. Тогда для чего вам их смотреть? Какая цель просмотра? Просто потратить время, не нужное время на... Лучше займитесь делами, которые у вас есть. Вот что я хочу сказать вам. Вот что я хочу до вас донести. Я не хочу на них равняться. Мне это не нужно. Мне не нужно на них равняться. Я считаю. Я не считаю. Я не знаю, как их назвать. Я не считаю их ни шуменами. Я даже не знаю, как их назвать. Они просто шумен и все. Зачем вам смотреть на них? Вы поймите, вы обсирая их в комментариях, сами продвигаете их. Бузова, та же самая Бузова. Вы ее продвигаете постоянно на нее, смотрите вот постоянно в комментариях. Вот она что-то там не то сделала. Так ей это даже на руку, что вы говорите. Вы это поймите. Это пиар. Только обратный. Возможно. Поэтому поймите. Ну, я не знаю. Возможно, я не прав. Но мне кажется, что данные личности, ну, не стоят внимания. Такого большого внимания. Пристального, я бы сказал. Со стороны вас. И я, наверное, надеюсь, вы поддержите меня. И, ну, мою позицию поддержите, скажем так. В общем, поддержите меня. Потому что, ну, я считаю их только такими личностями. Простые шумен. Которым нравится, что их гнобят в комментариях. Они совершают всякую трэш. Всякий трэш совершает. Лишь бы для того, чтобы получить от этого деньги. Вот и все, дорогие друзья. Вот и все. Они никто. Так думаю я. Возможно, вы считаете иначе. Поэтому напишите в комментариях, как вы считаете. Ну, лично я считаю их шуменами. И все. Вопрос в другом. Как они попадают. Как, к примеру, Даня Милохин попал на Международный экономический форум. По-моему, он так называется. Как? Как его допустили? Это как уж надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы запустить не помешь кого? Тиктокера. А теперь я хотел завершить данное видео. Я даже не знаю, чем. Собственно говоря, все, что я хотел сказать, я уже сказал в том части. Другая часть записана уже в другом месте немного, потому что там пришли собачки. Да. Они пришли, и я с ними на около 20 минут поигрался. И поэтому записываю сейчас несколько в другом месте. Практически рядом с мусорной кайфе. Мусоркой, да. Я даже не знаю, честно. Возможно, я через черный негативен к данным личностям. Но мне просто не нравится, что они делают. Потому что то, что они снимают, то, что они творят, это как-то вот, ну... Я не знаю про Влад А4, если честно. Но, может быть, он человек хороший и просто делает... Ну, он делает постанову. Вы это поймите, во-первых. Ну, а во-вторых... Ну, не то нужно смотреть. Ну, не то, дорогие друзья. Витубе полно нормальных видео. Даже мои тоже можно смотреть. Конечно же, они не идеальны совсем. У меня нету нормальной камеры, как у Влада А4. Я, если честно, не знаю даже. Возможно, у меня к нему... Но, Моргеншан — это отдельная тема. Бузова — это тоже отдельная тема. Вот, у нас А4 как-то колеблется между клоунизмом и доунизмом. Небольшая винарка. Я никого не хотел скорпеть. Продолжение следует...